Я, гражданин Великого Советского Союза, верный сын героического русского народа, клянусь, что не выпущу из рук оружие, пока последний фашистский гад на земле не будет уничтожен. За сожженные города и села, за смерть детей наших, за пытки, насилия и издевательства над моим народом, я клянусь, мстить жестоко, беспощадно и неустанно, кровь за кровь, смерть за смерть. Я клянусь, что скорее умру в жестоком бою с врагом, чем отдам с себя, свою семью и весь советский народ в рабство коварного фашизма. Имена многих партизан и подпольщиков знает теперь вся страна. Юноши и девушки Шла по стране война народная. У партизан поначалу почти не было мин, не хватало взрывчатки, и они проявляли поистине чудеса смекалки. Суровый быт, сражения и опасности делали их одной семьей. И своих вожаков партизаны Украины и Белоруссии называли тепло по-семейному, батьками. Вот один из них, батька Минай, Минай Шмырев. Одно его имя наводило страх на фашистов. И они отомстили батьке Минайу. Сожгли его хату, убили детей. Дочку Лизу, двух сыновей, Сережу и Диму. Коснемецкий эшелон, но и сами погибли в бою. Братья Игнатовы стали героями Советского Союза. Их именем был назван один из белорусских отрядов. В те годы многие партизаны, чтобы не подвергать опасности близких, носили вымышленные имена. Вот этого прославленного командира называли просто Дед. Председатель горысполкома в маленьком украинском городке Путивле сильнее. У них ведь не было теплых зимних квартир. Однако диверсии, вылазки, налеты не прекращались. Опасность поджидала оккупантов на каждом шагу. Она проглядывала из-за каждого дерева, из-за каждого куска. До войны многие из них были горожанами. А теперь им пришлось три бесконечных года жить в лесной глуши. Они учились обходиться немногим. Охранных дивизий и один горно-стрелковый корпус. Воюя в тылу, партизаны отвлекали на себя значительные силы регулярных войск. И этим они помогали армии, фронту. В 1942 году 10% всех сухопутных войск гитлеровской Германии воевало на Восточном фронте против партизанских отрядов. Была восстановлена советская власть. Один из таких свободных районов находился в Беларуси. Его называли Рудобельская партизанская республика. Война и сюда принесла разорение и нищету. Но как бы ни было трудно, партизаны проводили здесь весенний сев. И как бы ни было трудно, учителя продолжали преподавать родную речь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова В ночь на 3 августа 1943 года началась операция «Рельсовая война». Партизаны одновременно нанесли сокрушительные удары на фронте в тысячу километров. Эшелоны летели под откос всюду, от линии фронта вплоть до западной границы Советского Союза. «Рельсовая война» С тактикой партизан. Они не только совершали налеты и диверсии, теперь они были достаточно сильны для глубоких рейдов по талам фашистских войск. У них была уже собственная артиллерия. Они уничтожали гарнизоны, освобождали села и даже города. «Рельсовая война» «Рельсовая война»